Делится ли наследство, полученное в браке при разводе? Во время развода супругам крайне редко удается оставаться объективными друг по отношению к другу, так как эмоции преобладают над разумом. Общие дети при этом остаются с одним из родителей, чаще всего с матерью, а совместно нажитое имущество делится либо пополам, либо в процентном отношении от зафиксированных в документах долей. Однако существует такая собственность, которую невозможно разделить в соответствии с законом имущества детей предметы личного гардероба, объекты собственности одного из супругов до вступления в брак и т. д. Но есть один предмет собственности, принадлежность которого остается под вопросом и в арбитражных процессах имеется много примеров решений различных нестандартных ситуаций. К данному типу собственности относится наследство, обретенное одним из супругов в период беспечной семейной жизни. Делится ли наследство при разводе? Многие супруги часто задаются вопросом, делится ли наследство, полученное в браке при разводе. Всего существует два способа вступления лица в наследство, каждый из которых одинаково легитимен по отношению к наследнику и предоставляет ему все необходимые права собственника. Эти два способа представляют собой имущество, унаследованное согласно предварительно составленным умершим лицом завещанию. В данном случае для наследника прописываются все детали имущества, передаваемого ему адрес и кадастровый номер помещения, участка, ВИАЕ на автотранспортного средства, либо подробная опись ценных вещей или точное указание банковских счетов и сумм, которые на них будут находиться на момент смерти дарителя и т.д. собственность, которая перешла волноправное владение лицу в порядке очередности права наследования от умершего. Это означает, что размер наследства определяется путем оценки и назначается судом, например, при нескольких претендентах на нажитые покойным родственникам капиталы. Развод кроме материальных благ наследнику также могут перейти и долги, которые не успев выплатить умершей. Это могут быть задолженности по ипотеке, кредиту или просто частные займы в организациях или у физлиц. Важно! В любом случае наследство – это безвозмездный акт передачи собственности, а значит, согласно СК РФ оно полностью принадлежит своему обладателю и, вне зависимости от методы его обретения и семейного положения наследника, остается таковым и при разводе. Данный статус собственности не предполагает его разделение между прекратившими отношения супругами. Образец свидетельства о праве на наследство по закону в каких случаях наследство можно поделить. Делится ли при разводе имущество, полученное в наследство? В исключительных ситуациях в Семейный кодекс предусматривает дележку наследства между членами семьи. В основном это относится к неотделимым совершенствованиям недвижимости или прочего добра одной стороны при активном участии второй. А именно, квартира перешла по наследству одному из супругов в плачевном виде, а супруг при этом вложил в нее свои денежные средства. Либо чай совместно нажитого семейного капитала. Если он сможет доказать это в суде, квартира будет делиться в зависимости от средств, потраченных каждым супругом. Конечно, в такой ситуации номинальная стоимость жилья без отделки будет оценена в сторону наследника. Однако, если после совершения обоюдных вложений в наследное имущество, супруги переоформили собственность, указав свидетельстве доли, принадлежащей каждому из них, то при разделе будут учитываться именно эти цифры. При наступлении момента, когда жена или муж унаследовал землю, а вместе они построили на ней дом и повысили финансовую привлекательность недвижимости в разы. В таком случае, скорее всего, при разделе имущества, доли будут распределяться в равном соотношении либо с небольшим перевесом в сторону наследника. То же относится к унаследованному автомобилю и его последующему ремонту, мебели ее восстановлению, антиквариату и его реставрации т. Д. Если наследник осуществил продажу своего нового имущества, а на вырученные от этого средства супруги приобрели новую собственность, либо оплатили социальные услуги ребенку, либо улучшили свои жилищные условия т. Д. В этом случае доля участия каждого определяется простым соотношением разницы от суммы реализации объекта и добавленных денег на обретение нового добра. В. Важно! Для избежания судебных тяж перед началом и совместных вложений в наследное имущество супругам следует заранее оговорить долю каждого. В зависимости от степени участия мужа или жены либо размера инвестиций, оговоренные данные положить на бумагу или зафиксировать. В измененных документах о государственной регистрации права следует отдельно рассмотреть ситуацию, при которой возможно упоминание в завещании умершего второго супруга, особенно при долгой обоюдной жизни и видении быта в браке. В таком случае раздел осуществляется согласно долям, которые прописаны в документе при жизни владельца собственности. Если один из супругов делал какие-то личные вложения в наследное имущество своей второй половинки, но при этом официального брака заключено не было, то он не имеет ни одного законного повода претендовать на эту собственность, тем более по суду. Если женщина, являющаяся наследником квартиры от своих родителей, приняла решение о составлении завещания пользу своих детей либо переоформила на них недвижимость при жизни, то муж уже ни при каких обстоятельствах не сможет претендовать на имущество супруги и ее детей ни при разводе, ни оставшись вдовцом. Та же ситуация относится и к мужчине. Образец завещания – перечень документов, необходимых для разделения имущества при разводе. Если разделение собственности происходит через суд, один из супругов должен выступить истцом, а второй – ответчиком. При этом для возбуждения гражданского дела истец обязан собрать и предоставить в орган власти следующие документы – ходатайство, оформленное по шаблону, утвержденному законом, бланк которого доступен любому лицу в сети и скачать его можно по ссылке свидетельства о вступлении в брачный союз, либо, если он уже прекращен, свидетельства о расторжении брака. Истец обязан представить суду все исчерпывающие доказательства в том, что собственность является совместно нажитой. Этими документами могут выступать сертификаты собственников, договоры купли-продажи, справки о доходах, налоговые отчетности о деятельности юрлица, платежные поручения, кассовые чеки и т. д. д. датированные именно периодом проживания с супругом в официальном браке. Официальная свежая выписка из домовой книги по месту постоянной регистрации заявителя, либо сама домовая книга, если речь идет о частном доме. При обращении к компетентному в бракоразводном процессе лицу профессиональному юристу необходимо представить суду нотариально заверенную доверенность на него о предоставлении в суде интересов истца. После сбора документов суд назначает первое заседание бывших супругов, в ходе которого сторона ответчика может использовать контраргументы в свою защиту, например, предоставление своих документов о получении денежных средств, участвовавших в приобретении той или иной собственности. Если имущество наследует ответчик, он обязан представить завещание на себя либо иной документ, подтверждающий безвозмездный переход собственности к нему, а истец в свою очередь доказывает проведение неотъемлемых улучшений объекта, чтобы в итоге судья вынес объективную оценку ситуации и справедливое решение. Важно! Любой процесс передела дорогостоящего имущества между бывшими супругами подлежит тщательному разбирательству и вызывает множество вопросов и споров, вплоть для личных взаимоотношений между супругами и третьими лицами, например, лицом, оставившим наследство. Поэтому участникам процесса стоит тщательно подготовиться к длительным премиям с большими временными и материальными затратами, так как адвокат каждое новое заседание будет вырабатывать все новые модели поведения в суде, что потребует высоких гонораров для него. Образец искового заявления разделе совместно нажитого имущества раздел имущества, если оба супруга являются наследниками. Закон предусматривает два возможных способа совместным обладанием наследным добром обоими супругами в течение брачного союза, когда умершее лицо упомянуло и того, и другого в своем завещании. В таком случае муж и жена обретают права полноправных собственников недвижимости или иного имущества в тех долях, которые прописаны во смертном документе. При крайне неудачном стечении обстоятельств, когда все дети и ближайшие родственники супругов умирают по закону, они оба становятся равноправными наследниками имущества. Имеет ли право на наследство бывшая жена после смерти мужа? Когда случается трагедия и реальный прямой наследник, являющийся мужем или женой, умирает, не составляя завещания, то по праву правопреемственности. Именно второй член семьи претендует на все имущество, тем самым становясь единственным наследником до конца своей жизни. Важно, имеет ли муж право на наследство жены, полученное в браке. Если даритель не успел составить завещание о правом наследовании и обладает только один из участников брачного союза, второй не имеет права даже смотреть на процент хозяйства ни при каких обстоятельствах, если только не вкладывает в это имущество свои денежные средства. Раздел наследного имущества по обоюдному согласию. Самый лояльный и безболезненный путь разделения между супругами наследного имущества – добровольное соглашение об это дележе. Если муж или жена получают какую-либо собственность от умершего по завещанию или по пятке наследственной очереди среди прочих родственников. Супруг, принимая во внимание высшую степень доверия к своей половинке, самостоятельно предлагает раздел наследного имущества между обоими. Раздел наследной квартиры по суду подобное соглашение в принципе лучше зарегистрировать у нотариуса, но закон этого не требует. Так как по бумаге можно вполне пройти необходимые процедуры госрегистрации права. Однако даже при добровольном решении о разделе супруг не имеет возможности законным образом наделить своего мужа или жену следующими унаследованными правами любые кредитные или личные оформленные документально задолженности, так как они по праву переходят только прямому наследнику. К этому пункту следует отнести имущество оставшееся наследнику с обременением по долгу. Так, оно не сможет перейти к нему в собственность до уплаты долга за умершего родственника полностью либо частями. Если умерший являлся изобретателем или писателем, создателем каких-то нужных науки, теорий или предметов искусства, на которые оформлял своей законной права автора, представляющей собой интеллектуальную собственность, второй супруг не имеет возможности претендовать на них при жизни своей половинки, если неотъемлемое улучшение финансировала третья сторона, без какого-либо участия совместного капитала супругов, мировое соглашение важно. Самый сложный процесс – это раздел унаследованного живого капитала, так как его можно будет разделить только благодаря обоюдному согласию между разводящимися людьми. Таким образом, даже если унаследованная сумма денег была присовокуплена к общим совместным накоплениям супругов, обладателю наследного состояния будет крайне сложно доказать, что это именно его деньги, либо придется подтверждать каждую расходную операцию, доказывающую сохранение этих средств на протяжении многих лет совместной жизни. Последние годы процесс раздела имущества и наследства в браке все больше переходит в цивилизованную плоскость, без громких судебных скандалов и проведения сомнительных имущественных сделок. Связано это с ростом стабильности доходов населения и планирования людьми своего будущего, чего практически невозможно было сделать в 90-е годы. Так, многие женихи и невесты перед вступлением в регистрируемый в ЗАГС и Союз оформляют брачный договор для своей уверенности в будущем, в том числе и на стадии возможного развода. При составлении подобного документа риски обеих сторон будут сведены в минимуму, а жизнь станет более беззаботной и, пожалуй, добавится. Мотивация к более длительной совместной жизни и дополнительные барьеры, заставляющие задуматься перед тем, как развестись.